Шавлатов, Агутовох, хорошая неделя. Мы начинаем урок Мишли. У нас 156-й урок, мы находимся в 18-й главе, в 11-м предложении. Первый урок после Пейсаха. Говорит Шлома Амеллах. Состояние богатого, крепкий город его, и как высокая ограда оно в его воображении. Я прочитаю, как это звучит на юрите. В общем, перевод я уже сказал, что много богатства делает воображение человека, как крепкий город, и как стена, которая его защищает. Мальбим объясняет. Мальбим связывает это с прошлым предложением, прошлое приглашение, которое говорит, что Мигдаль Озшем Гашем, Бояру Цадиква Низгав. Агро эти предложения объясняет совершенно не связаны. А Мальбим объясняет, что крепкая башня имя Всевышнего, в него бежит праведник и защищен. Состояние богатого, крепкий город его. И он объясняет, что если для Цадика, его защитой, для праведника, его защитой является имя Всевышнего, то у богатого человека его воображение рисует другую картину. Он пишет, что богач, он думает, то есть он рассматривает Кирья Тузо к своей крепостью, свое богатство. И оно превращается ему в стену, которая его защищает. Но это находится только в его воображении. Имеется в виду, башейхат либо в том, что рисует ему его сердце, выдим яно, и его воображение. Это как стена, которая его окружает. Но он не может туда побежать и спрятаться за эту стену, и не может быть защищен ей. Потому что это только димьон, это только галлюцинации, и не является чем-то амити, чем-то настоящим. Потому что все, что покупается в этом мире, это киньоним, то, что приобретает человек, это киньоним и думим. Это существует только в воображении, и только в его картинах, которые он рисует сам себе. Потому что... Мнимое приобретение. А? Мнимое приобретение. То есть существуют какие-то вещи, которые являются эмет, и существуют вещи, которые называются шекер. Шекер – это ложь, эмет – это правда. Алла-маба, грядущий мир, он называется Алла-мэмет, он называется мир истины. И ничего, что связано с ложью, туда не попадает. И когда человек живет внутри этого мира и рассматривает его как ценности этого мира, то, соответственно, на самом деле все, что он приобрел, это только приобретение, которое выглядит приобретениями. Но на самом деле это димьон, это галлюцинация, воображение. Димьон. Есть такой Машаль, такой пример, который приводится к Магарали, объясняет, более или менее так. Вернее, так объясняют те, кто объясняет Магарали. Хазаль, который объясняет, что такое Алла-маба, это Алла-маба-шекер – мир истины и мир лжи. Что это означает? Что означает, что Алла-маба, грядущий мир, это Алла-маба-маба. И Мораль пишет, что нету разницы между Гееномом и Ганедоном. То и другое является одно и то же. Когда человеку после его смерти показывают всю истинность мира, и вся ложь уходит. И человек остается один на один только с тем, что является Эммет. И в качестве примера, какой-нибудь человек, например, Рабиакива, который умирает и остается в помещении, в комнате, без окон, без дверей. Комната, в которой будет находиться теперь энное количество времени, огромное количество времени. Где существуют только полки с той торой, которую он выучил. И больше там нету ничего. И вот он открывает полку с книгами, открывает одну книгу, вторую книгу, третью, и читает, углубляясь бесконечно в те вещи, которые при жизни человек не может понять. Те части торы, которые остаются для него скрытыми при жизни. Но та тора, которую он выучил, в дальнейшем Всевышний ее открывает, и он постигает какие-то бесконечные глубины той торы, которую он учил, когда был жив. И другой человек, который оказывается там же, это может быть какой-нибудь олигарх, у которого находятся сотни мерседесов, BMW, квартир, замков, пароходов и так далее. Но он оказывается в месте, где существует только та тора, которую он выучил, и больше ничего не существует. И вот он оказывается в той же самой комнате, что Раби Акива, открывает те же самые книги, но в них написана только та часть торы, которую он выучил при жизни. И поскольку он не выучил ни одной строчки, то поэтому не сделал ни одной митсвы, то поэтому этот человек будет находиться в ситуации, которая называется Гейдер, вакуум. И таким образом для него Гейдер, вакуум, является гейномом. Для другого человека та же самая тора и те же самые митсвы, поскольку это отнюдь не вакуум, это огромное количество и качество, будут являться Ганеденом. И это состояние, которое существует. Так вот, праведник, говорит Мальбин, он убегает в башню, которая называется именем Всевышнего. То есть он соединяется с именем Творца, как мы учили, посредством тора и заповедей. И это является его защитой от всего. И это та башня, Мигдаль-Ос, та крепкая башня, в которой он находится. И в бой Рудс-Цадик, в него бежит праведник и там спасается. Богачу, кажется, имеется в виду человек, как объясняет Мальбин, который употребил всю свою жизнь на приобретение благ этого мира, Алла-Мазе. И он овладел этими благами в огромном количестве. Ему кажется, что он полностью защищен, ему больше ничего не надо. Но оказывается, что это все, все, что он приобрел, все это ложь, оболочки, шелуха, шекер. И ничего из понятия эмет, понятия истины, к нему не пришло. Поэтому в его воображении ему кажется, что он окружен стенами и находится в укрепленном городе, что на самом деле совершенно не так. Это перушмальбима на эти два пасука. Гаон Мивильно объясняет. То есть, огромное богатство является укрепленным городом для богача и стены, которые его защищают в его галлюцинации, в его воображении. Говорит Гаон, есть два вида яцаргара у человека. Первая, яцаргара, которая приходит к человеку снаружи. И вторая яцаргара, которая приходит изнутри. Снаружи, это яцаргара, которая называется словом Олам, мир. То есть, Бээрши и Сим, Магматна, Вшола, Вода, Дашем. Человек, который обращает то время, когда он обращает свое внимание, своей души на службу Всевышнего. У него появляются определенные яцаргара в виде того, что над ним начинают насмехаться. Когда человек делает митцвот, это вызывает со стороны других людей насмешка. Даже в общем религиозном мире человек, который выглядит чересчур праведным, над ним немножко улыбается, называют его цадик, праведник, с такой оттенком пренебрежения, насмешки. И они говорят своими устами окружающего люди, то есть весь мир. Лам-эл-эхазэ, зачем тебе это надо? Это яцаргара, который приходит к человеку со стороны, снаружи. И об этом сказано лэпэта хатас ровэц, что снаружи человека подстерегает грех. И человек, которого подстерегает снаружи грех, этот человек не в состоянии иногда бывает выдержать то напряжение, те насмешки, все, что выходит снаружи. Поэтому для того, чтобы каким-то образом лечиться, обороняться от этого, Всевышний дал заповедь, которая называется мизуза, которая вешается на входе в дом. И она помогает человеку, защищает его в то время, когда он выходит. Рамба в Галахот Мизуза пишет, что всякий раз, когда человек входит и выходит из дома, он должен постараться дотронуться до мизузы, где написано «Единство Всевышнего». И это свидетельство, и наша Тора говорит о том, что это будет помогать ему, защищать его. И как только он это делает, дотрагивается до мизузы, принято целовать мизузу, то он возвращается к своему дату, к своему знанию и идет по правильному пути. Сказали наши решоним в Геморе Минухас, где есть сугья мизузы, там есть решоним, который говорит, что человек, у которого есть филин на голове, цицис на одежде и мизуза на выходе в дом, есть некая хазока, есть некоторый статус, что этот человек не согрешит. Это приводят первые комментаторы Гемора решоним, но на самом деле эта фраза написана немножко раньше, она находится в Зогаре, и Мишнабрура приводит его не из решоним, а из Зогара. Хотя, в общем, это то же самое, только Зогар пишет чуть-чуть более подробно и думает, что эти решоним взяли из Зогара, но не знаю. В Зогаре написано, так как его приводит Гаон Мивильно в Мишли, мы это уже один раз обсуждали, Гаон приводит это в комментарии на Мишли где-то в начале, в 6-7 главе, и это же приводит Мишнабрура. Зогар, который говорит, что человек, когда идет на молитву, когда он выходит из дома, он должен постараться дома надеть на себя цицит, завернуться в цицит, надеть на себя в тфелин и идти в синагогу, для того, чтобы выйти из дома, пройти мизузы, одетый в цицит и тфелин. И это некая гагана, некая защита, которая есть у человека от той ецергоры, которая подстерегает его снаружи. Попытаемся немножко разобраться, о чем идет речь. Начнем с мизузы, поскольку именно сугью мизуза вводит нас Гаон здесь, в этом пасуке. Комментаторы на Гаона приводят, что то, откуда взял Гаон, говорит и от Фелина о мизузе тоже, но Гаон начинает с мизузы, поэтому мы тоже начнем именно с нее. Мизуза – это кусочек клафа, кусочек пергамента, на который написаны первых два парши, первых два кусочка из Шма и Сроэль, которые мы читаем два раза в день минимум. Первый из них – «Вахафтаед Гаше Малакейха Бахолева Ваха, возлюби Всевышнего Бога твоего всем душой и всей сердцем». И второй будет, если вы будете внимательно слушать заповеди, которые я заповедовал вам сегодня, и так далее. Начинается это все словами «Шма и Сроэль, Гаше Малакейну, Гаше Махат, слушай, Сроэль, Всевышний твой Бог, Всевышний Един». Таким образом, единство Творца и то, как это единство проектируется на наш мир через митцвот, и что происходит, когда Мисраэль выполняет митцвот, это та парша, тот кусочек, который написан на мизузе, и то, что должно висеть на воротах дома твоего и на воротах твоего двора. И когда мы выходим, мы должны постараться, пишет Рамбов, коснуться этой мизузы. С обратной стороны мизузы написано имя Всевышнего, состоящее из трех букв. Имя Шин, потом буква Далет, потом буква Ют, читается, чтобы не читать имя Всевышнего, я прочитаю с ошибкой, имя Шакай. То, что расшифровывается, расшифровка, которая дается, Шаамар Ла-Ла-Модай. Тот, который искал своему миру, достаточно. Есть интересный гаон, я не стал его брать с собой на начало Могила Труд, на первый пасуг Могила Труд. Есть такой гаон, который известный, я его сейчас приведу в устной форме, потому что он очень длинный. Могила Труд начинается словами. «Гая базмальш фод гашофтим» «И было во время, когда судили судьи». Объясняет гаон, что такое судили судьи, что означает время, когда судьи судят. Он переводит это на состояние души человека. Что происходит внутри человека? Существует процесс, когда внутри человека происходит суд. Суд – это борьба двух начал, нормальное состояние человека, когда в нем борются два начала – ецаргатов и ецаргара. Это шфод гашофтим. Это состояние происходит постоянно в мире, но в мире это происходит не на уровне ецаргара и ецаргатов. На самом деле в самом нижнем мире это тоже происходит на уровне ецаргара и ецаргатов, дурного и положительного начала. Но в самых верхних мирах это начинается с состояния некоторого конфликта, кибы и холь, как будто бы конфликта, понятно, что его нету, между двумя именами Всевышнего. Я, чтобы это лучше как-то объяснить, перепрыгну немножко назад от времени Шовтем, времени Магилатрут, которая является прабабушкой Шлама Амеллаха, ко времени, когда Всевышний открывается Машарабейну на горе Синай первый раз, до дарования Торы, и говорит ему, пойди и выведи народ из Египта. В этот момент Машарабейну задают вопрос, меня спросит народ Израиля, как зовут, как имя Всевышнего, который приказал выйти из Египта, что я им отвечу. Отвечает Всевышний, раскрывается именем Юткой Вавкой и говорит, ващем, что твоим прадцам Авраама Ицкакуякову я открывался бы и в имени Кель-Шакай, имени Шин-Далет-Ют, который мы сейчас обсуждаем, ващем гащем лонадателлахэм, а имя Юткой Вавкой, четырехбуквенное имя, я им не сообщил. То есть, до времени Ицей от Мицраем, исхода из Египта, раскрытие Всевышнего происходило через имя Шакай, после чего, и творение мира происходило через это имя, после чего было раскрыто имя Юткой Вавкой, и процесс Киба и Холь, как бы конфликта между этими двумя именами, объясняет гаон, что это и есть время, когда судили судьи. Что это означает? Имя Юткой Вавкой происходит от имени, от глагола «быть» на иврите, поставленное сразу в три времени. Тот, который был, есть и будет. Если поставить этот глагол в побудительной форме, побудительное наклонение, те, кто знает иврит Биньян Гефиль, то получается имя, которое означает «тот, кто мигавеет коль алам», тот, кто делает так, что существует весь мир. Я не знаю, как на русском сказать слово «делать» в побудительном наклонении. Делает так, чтобы мир существовал, делает действие, из-за которого мир существует. Он существует, осуществляет этот мир. Это имя отражает атрибут Хесед или Рахам, атрибут высокого милосердия Всевышнего, который означает, что Всевышний дает всему существовать, осуществляет все, независимо от поведения нижнего мира, независимо от того, как люди, в том числе евреи, ведут себя в нижнем мире. Независимо от этого, он посылает возможность существовать и делает так, что все существует в этом мире, из-за атрибута высшего милосердия, которое объясняется словом «мигаве», тот, который дает существовать. Имя Шакай – это обратное имя. Имя, которое отражает сокращение. Тот, который сказал миру достаточно. Тот, который сказал своему миру достаточно. Есть много объяснений, что это означает. Всевышний, творя мир, я говорю вначале, как бы одно объяснение, физическое объяснение, что мир был создан из одной точки путем, что-то типа гипотезы большого взрыва, когда из одной точки началось расширение всего, оттуда возникает Земля, Солнечная система, галактика и так далее, путем расширения вот этой вот точки, которую Всевышний начал расширять. И Земля могла расширяться дальше, Солнечная система и так далее. Физически Всевышний сказал достаточно и остановил это расширение. То есть Цим-Цем сократил то расширение и оставил его в каком-то вот виде, более или менее том, в котором мы его видим, идет какое-то расширение Вселенной или не идет. Это отдельный разговор, есть мнение, что идет, но во всяком случае планеты достигли своего диаметра, своей массы и перестали расширяться, как в общем более или менее видно. Теперь другое объяснение, то же самое на самом деле объяснение, но более глубокое метафизическое объяснение, что мы уже как-то с вами говорили о том, что слово мир, Гаолам, происходит от слова Геэлем, сокрытие. И творение мира – это сокрытие Света Всевышнего, восприятие Всевышнего. С нашей стороны мы видим как бы мир, в котором нету Творца. Он его окружает, но есть какое-то место, которое пустое от Творца. Так мы это видим, таким образом создаются все миры. И любой мир – это сокращение, которое делает Всевышний. Это сокращение можно сделать таким сильным, что Всевышнего уже открыть, увидеть, найти в этом мире становится невозможно. И Шаамар Ла-Аламодай, тот, который сказал миру достаточно, это тот, который сказал этому сокрытию достаточно и остановил сокрытие себя. Это другое объяснение имени Шакай. Таким образом мы видим, что два имени Творца – Ютка и Вавка и Шакай – это имя Шакай означает сокрытие, сокращение, и имя – атрибут суда, и имя Ютка и Вавка означает, наоборот, раскрытие, независимо от поведения, давание возможности жить, осуществление этого мира вне зависимости ни от чего. То есть это некий конфликт атрибутов суда и атрибутов милосердия. Теперь, когда мы говорим, когда я говорю «милосердие» сейчас, я имею в виду хэссад, я не знаю, как по-русски сказать, абсолютного добра. Теперь, когда мы говорим о Мизузе, то с обратной стороны Мизуза написано имя Шакай, которое приводится в Медрашим, которые говорят, что оно расшифровывается «шомер-глоте-Исраэль». И почти все знают это сокращение, тот, который хранит дома Израиля. И поэтому принято так вот считать, что когда мы пребываем Мизуза, тем самым мы делаем так, что наш дом охраняется от воров, бандитов и так далее, и так далее. Это неверно. Хранить дом Израиля имеется в виду, что Всевышний охраняет дом от различных клепот, от различной ецергоры, которая извне может войти в этот дом. Другими словами, это то, что говорит здесь нам Шлома Амеллах, который говорит «Гон ашир кирья тузок хаманис гаваба мешково». Объясняет Гаон, что есть два вида ецергоры у человека. Одна из них, которая находится снаружи, и другая изнутри. Наружная ецергора – это ецергора, которая мешает соблюдать митцвод, потому что, когда я на глазах у разных людей делаю какие-то заповеди, то люди начинают улыбаться, смеяться, или просто задавать вопрос в лицо, «А нафига тебе это нужно?» Что-то подобное этому. И человеку стыдно, неудобно, ему не хочется соблюдать митцвод. И вот это состояние насмешки над митцвами, и состояние, когда человеку кажется как-то неуютно соблюдение заповедей, то, что видит, как он соблюдает митцвод, видит какие-то вещи, которые находятся у него, от этого охраняет мизуза, от этого вида ецергоры охраняет мизуза. И это то, что пишет Гаон, когда пишет, секундочку, «Вэлахэн поэтому, и гва мизуза аль пэтах бэйто», он должен прибить мизузу к своему дому. Это первая защита, которая существует от этого вида ецергоры, который пишет Гаон. Если переводить это немножко в более такой альпесот, тайный смысл, то существует основных три клепы, которые окружают душу человека. Три шелухи, три кожуры, которые окружают душу человека. И самая внешняя из них, которая наиболее удалена от души, от святости, она защищает с помощью мизуза. Мизуза – это Дерих, путь, который установила Тора, для того, чтобы каким-то образом бороться с этой клепой. Второй вид клепы, который находится больше, ближе к телу, ближе к душе человека, ему соответствует... А, одну секундочку, я с мизузой не кончил. Когда мы говорим, что аббревиатура мизузы, Шаамар Далтла Исраэль, тот, который хранит двери Израиля, это на самом деле раскрытие той аббревиатуры, о которой говорилось, когда говорилось о том, что Всевышний открывался Авраама Ицхаку Якову и творил мир через имя Шин Далетют, тот, который сказал миру достаточно, то есть атрибут сокращения. Мизуза – это то, что... Дверь – это то, что является границей, ограничение, границей между внутри и снаружи. Когда человек живет, его нормальная жизнь. В доме и на улице должна быть немножко разная. Дома и на улице человек по-разному одевается, по-разному себя ведет. Есть много вещей, которые не скромно, нехорошо делать на улице, и скромно и правильно делать дома. Дом и улица – она должна быть границей между ними. Улица не должна войти в дом, надо охранять свой дом, чтобы влияние улицы туда не зашло. И наоборот, я не должен выйти на улицу в том состоянии, в котором я нахожусь дома. Я приведу один пример. В этот шаббат меня спросила какая-то девушка, уже не девушка, уже женатая дама, извините, замужняя, в возрасте 18 лет, правда. Она задала мне вопрос, что кто-то ей рассказал, из учительницы, в классе, все абсолютная правда, что есть гемора, которая говорит о том, что человек, который ест на улице, он не может быть свидетелем. Тора его посылует, Тора объявляет его негодным для свидетельства. Ее муж, правда, ее тут же успокоил, сказал, что женщина все равно не может быть свидетелем, поэтому можешь кушать. Но, тем не менее, когда гемора говорит о том, что нам запрещено есть на улице, и человек, который ест на улице, он не может быть свидетелем, имеется в виду, я не знаю точно, какой вид еды имеется в виду, человек, который встал, не знаю, на углу и купил мороженое, или выпил стакан газированной воды, потому что очень жарко, я не знаю, имеется это в виду или нет, я знаю, что есть люди, которые следят, чтобы этого тоже не делать, но есть такие люди, которые просто, я не знаю, вот ходят, лызгают семечки, что-то подобное я имею в виду сейчас. Ну, не знаю, границу точно, что имеется в виду, я не могу поставить. Но гемора говорит, что человек, который ест на улице, у него отсутствует понятие стыда, понятие буши. Он готов лить базот, он не боится без айона, он не боится того, что вот это вот состояние дешевки. И поэтому такой человек не испугается, если его словят на том, что он лжесвидетельствует. Поэтому человек, который ест на улице, он поцелует себя для свидетельства. При этом очевидно, что человеку можно есть дома, и это как бы правильное состояние материи, когда человек кушает, не обязательно все 100% времени, но периодически надо. И поэтому я просто привожу как пример, что есть вещи, которые даже, в общем, совершенно нормальные, стандартные вещи, тем не менее, Тора предписывает нам не делать этого на улице и оставить это дома. Есть другие вещи. Есть люди, которые совершенно по-разному одеваются на улице и дома. На улице надевают что-то более приличное, а дома ходят тоже, может быть, достаточно скромно. Но тем не менее, не обязательно, дома можно оказаться без галстука и без шляпы, грубо говоря. А на улице, вот, есть люди, которые не выходят, есть какая-то разница в поведении. Есть, правда, люди, которые на пляже, дома и на центральной улице города ходят одинаково. Такие тоже бывают. Но тем не менее, здесь есть некоторый хиссарон, некоторый изъян в этом. Так вот, Мезуза, шомердлате Исраиль, Всевышний, который хранит двери Израиля, это тот, который делает так, чтобы улица и дом не перемешалось. То есть, говорит Гаон в этом месте, что он спасает нас, Мезуза спасает нас от Ецергоры, которая находится в мире, которая находится на улице. Окей. Теперь двинемся дальше. Есть следующая клепа, которая находится, более внутренняя клепа, которая находится ближе к телу плода, или кожура, которая ближе к плоду, или в душе это клепа, шелуха, вот эта вот, нечистая часть, которая находится ближе к душе. Но тем не менее, удалена от нее. И от нее, чтобы с ней бороться, нам дана заповедь Тфелин. И последняя, третья клепа, Кенегда, напротив ее существует заповедь Цицит. Это три заповеди, которые окружают человека со всех сторон. Поэтому, когда человек первый раз в день выходит на улицу, то рекомендует нам Мишна Брура от имени Зогора и решением приводит это в Минуход, Дендафима Мгимал, чтобы человек надел на себя Цицит, Тфелин и, выходя, коснулся Мизуза, чтобы пройти Мизузу и таким образом оградить себя от той Яцаргоры, которая находится снаружи. В принципе, Медина до Гемора, по закону Гемора и также по Саку Шульхонорух, мы этого сегодня не делаем по ряду причин, но по Саку Шульхоноруха человек должен надеть Тфелин рано утром и остаться в Тфелин до захода солнца. То есть, он должен не только помолиться шахрис Тфелин, а Тфелин должны быть одеты на целый день, от начала до конца, равно как и Цицит. Но Цицит мы, да, одеваем, обычно талит катан, который надевается с утра и остается с человеком до вечера, до ночи. Но Тфелин мы сегодня перестали надевать, хотя во время Шульхоноруха и во время Геморы, да и в общем Гаон Мивильна тоже это делал, люди находились в Тфелин постоянно. Причина, по которой сегодня не надевают Тфелин, кстати говоря, есть люди, которые сегодня целый день ходят в Тфелин, есть такая Ишива Рабзельберштейна, которая, в общем, считает себя учениками вильнинского Гаона, последователями Гаона, там ученики это Ишивы, Ишивы, все находятся в Тфелин, маленьких Тфелин, но находятся в них целый день с утра до вечера. Но таких людей очень мало сегодня и причина, по которой этого не делается, это началось уже, я не знаю точно в какое время это началось, делали ли это всегда все, я не знаю, или делали единицы. Но Шульхонорух по Сахшу так нужно делать и Гаон Мивильна находился в Тфелин целый день. Уже его ученики Рафхайм Воложенер не находились в Тфелин целый день, потому что боялись такого понятия, которое называется Гэсэгдаат. Человек отвлечется, человек, который должен находиться, который находится в Тфелин, он должен ни на одну минуту не забывать о Тфелин, не вести легкомысленные беседы и так далее. Поскольку есть опасения, что человек будет Гэсэгдаат отвлечется от Тфелина, это запрещено делать, то поэтому сегодня Тфелин надевается в основном всеми людьми только на молитву Шахрис. Но тем не менее, Мии Каргадин по закону Тфелин, Мизуза и Цицит это три вещи, которые охраняют человека вот от той Яцэргоры, которая подстерегает ее снаружи и это заняло несколько, много времени, но тем не менее, это то, о чем говорится про первую Яцэргору. Мы продолжаем и говорим. Человек должен повесить Мизузу внутри своего дома, чтобы она охраняла его, когда он выходил. Внутри это другая Яцэргора, Яцэргора, которая находится внутри самого человека. Она не связана здесь, ни Тфелин, ни Цицит, ни Мизуза не могут помочь, поскольку она находится внутри самого человека, а не преследует его снаружи. И это то, о чем сказано. Гон Ошер, много богатства, то есть человек, который по-настоящему много богат, у которого есть Гон, множество. Я только должен сказать, что я прочитал по-русски и перевел его более с русским переводом. Читаю еще раз. Это какой у нас был? 12-й, да? Нет. Состояние богатого, крепкий город его, гибелью и высокая ограда оно в его воображении. Теперь это правильный перевод, но Гаон говорит о том, что это действительно является оградой и спасением для человека, его богатства, а не только воображение. Потом мы увидим, как читать посуг до конца. То есть богатство действительно охраняет человека и человек, который по-настоящему богат, это его охраняет. Что такое богатство? Переводит Гаон это Тойра. Богатством называется Тора. Человек, который богатый, это человек, который богат Торой. Богатство Амити, а не Димьяни. Богатство истинное, а не в виде какое? Иллюзорное. Вот иллюзорное. Так вот, здесь сказано, что это Тора для человека, это Кириат Узо Мибахуц. Это то, что его охраняет как бы снаружи. Теперь Гемора Кедушин говорит о том, что все время, что вы занимаетесь Торой, я не передам вам в руку Сотана, в руку Ецаргары. Поэтому Тора это то, что охраняет от внутренней Ецаргары. И человек не будет обращаться, занимаясь Торой, прибив Мизуза, он не будет обращать внимания на насмешки, на смех, которые, и не будет бояться их, даже в тот момент, когда он выходит наружу. То есть, пока он находится внутри, его может охранять Мизуза, Талит, Тфелин, Цицит, но даже когда он выходит наружу, Тора продолжает его охранять, поэтому он назван Узо, крепость, сила и так далее. А то, что сказано Бемашкито, это переводит Гаон, это то, что находится внутри, то есть, это стенка, которая его охраняет по отношению к Ецаргору, которая есть у него личная. Поэтому сказано Низгава, как сказано уже в другом месте. То есть, Гаон объясняет этот посол слово Маскито, он не переводит как воображение, как иллюзия, а он переводит, что Тора является его крепостью, его богатство, то есть, Тора является его крепостью, которая является даже изнутри. Он переводит это слово как слово изнутри. Таким образом, если перевести коротко, секум, как секум, итог того, что говорит Гаон, он говорит, что богатство человека, то есть, его Тора, является для него оградой, стенкой, которая его охраняет даже изнутри, поскольку этот пасук не говорит о том, что такое ограда от Ецергора, которая находится снаружи, об этом говорилось в другом месте, мы просто сейчас, Гаон это привел, поэтому мы это обсудили, для этого есть другие, вот Мезуза, но для той Ецергора, с которой человек рождается, его внутренняя Ецергора, любой человек рождается своей Ецергорой, и кроме того Ецера, который приходит снаружи, есть Ецергора, это черты характера, это его желание, которое с ними, безусловно, рефлексы, с которым он рождается в качестве уже заложенной внутреннего Ецергоры, то от этой Ецергоры может спасти только Тора, от нее не спасут Митцвот, не спасет Мезуза, только заповедь изучения Торы, ну или поддержка для тех, кто изучает Тора, но при поддержке тому, кто изучает Тора, нужно понимать, что эта поддержка очень многое дает, но человек при этом, у него остается обязанность, остается Митцвы, какое-то количество времени, уделительное изучение Торы. Окей, мы видим, что Гаон и Мальбим совершенно по-разному комментируют этот пасук, вот поэтому пойдем в следующий, тринадцатый пасук, нет, двенадцатый. Перед гибелью возносится сердце человека, но перед славою находится смирение. Перед тем, как разбить, поднимается сердце человека. Вы, Лифней, Кавод, Анава, а перед тем, как приходит Кавод, слава, почесть, приходит скромность. Говорит Гаон, нет, начинаем с Мальбима, извините. Говорит Мальбим, что я уже тебе говорил, что Тавады Ашем Коль Гавалев, что мерзость для Всевышнего любой человек, у которого есть гаева сердца. Ятлы, ятлы, инаке. И рука, рукой эту гаеву не может смыть. То есть, от нее очень тяжело отмыться, от гаева, от гордыни. Имеется в виду, что Всевышний наказывает за хатоем, за прегрешения, связанные с гаевой, Всевышний наказывает сразу же. И человек, у которого есть гаават, лев, высокомерие сердца, это семан, это знак того шевера, того перелома, который должен произойти после этого. То есть, перед тем, как Всевышний накажет, он, есть семан того, что скоро будет наказание, семаном является гаева. И Мальбим объясняет, почему это происходит. Потому что, когда у человека есть гаева, то Всевышний не дает человеку сделать шуву, не дает ему очиститься, и наказание идет очень быстро. Поэтому, когда человек чувствует в себе гаеву, он должен знать, что это очень скоро наступит наказание за него. Богатый человек, у которого есть гон, у которого есть множество, он в своем иллюзионарном мышлении, своего сердца, ему видится, что он защищен какой-то прочной стеной. И это понятно, что это меда, качество, которое называется гаева. И вот, как только он, не как только, но в тот момент, когда он видит, начинает, у него начинается демьон, галлюцинация, в которой он видит защищенность себя этой стеной, то это предшествует тому, что он скоро рухнет. Но скромность, она идет перед, она предшествует ководу, предшествует славу, почестям и так далее. Скромный человек Анаф. Вахусеба мигдаль ос шем га шем. Тот, который находится в одиннадцатом, нет, в десятом пасуке, то есть, который бежал в крепость Всевышнего, то есть, к имени Творца, и находится в башне, в крепкой башне имени Творца, там находится скромность и шафаль-рох, я не знаю, тоже скромность, приниженность своего духа. И этот человек, который принижает себя, скромный человек, который не отдает себе, как бы, должное, он удостоится понятия ковода. Посмотрим, как объясняет это гаон. Гаон говорит, что лифней шеверейк бали фиш, перед тем, как человек упадет, сломается, возносит его сердце. Говорит гаон, что если человек ломается, то местам из общих соображений, вначале этому предшествовалось гваат лев, поднятие высокомерия его сердца. Лахен, поэтому пришло к нему раскол. Это первый комментарий. Тот такой же, который дает Мальбим, что поскольку человек, который высокомерен, то Всевышний не ждет, а приводит наказание довольно быстро, то поэтому предшествует шеверу, расколу, разлому, падению предшествует поднятие. Второе. Другой комментарий. Лифней шеверейк бали фиш, говорит гаон. Перед тем, как будет падение, до этому предшествует величие, когда человек возвеличивает себя в своем сердце. Что когда Акодыш Барагу, когда Всевышний хочет линкомбо Адам отомстить человеку, сделать человеку какое-то наказание, любое наказание Всевышнего, это всегда месть, которая направлена для исправления предыдущих вещей, поэтому слово накама, которое переводится как месть на русский язык, это какой-то тикун, какое-то исправление, которое приводит Всевышний, что посредством Иссури, посредством каких-то страданий и так далее, человек исправил то, что было сделано. Так вот, когда Всевышний хочет это сделать, то для того, чтобы Идгадельва, Идгадешмобаалам было возвеличено и освящено имя Всевышнего в мире, то вначале он Макбия, вначале он поднимает человека, а после этого его унижает, его принижает, его опускает, падает его, для того, чтобы его накама, вот это вот наказание было раба, оно было большим. И также из-за этого возвеличивается имя Всевышнего. То есть здесь есть две вещи. Первая вещь, что для того, чтобы наказание было большим, то вначале наказуемого возвеличивают, чтобы потом ему было более высоко падать. И второе, что из-за этого возвеличивается имя Творца, как было с Заманом в Пурим, что вначале его подняли до такого состояния, что он стал вторым после царя, для того, чтобы потом его повесить в его величие. И тогда чудо Пурима становится более мифорсам, более известным, и становится великим очень-очень. То есть две вещи. Кеду Жашем. Для Кеду Жашема нужно вначале возвеличить, чтобы падение было видно издалека разным людям, и тогда увеличивается Кеду Жашем. И второе, чтобы наказание было наказанием. После этого его мошпило в накама раба. И тогда накама будет накама раба. И это лифнейшевер, шелиш. Перед тем, как человека ломают, написано слово Иш. Шель Иш. Иш. Мы говорили, что есть несколько значений слова человека. Есть Адам, Бен Адам, Иш, Энош. Каждый из них имеет свои оттенки. Оттенок слова Иш на иврите – это сар, это министр, это вельможа, что-то такое. Поэтому здесь написано, лифнейшевер Иш, перед тем, как бросить человека, разбить человека, написано слово Иш, которое означает какое-то величие. Перед этим человека возвеличивает Всевышний, а потом наказывает. Дает ему Всевышний, чтобы он... Поэтому у человека возникает некоторая гава, лев, его гаева, его сердце, и в результате он падает с высокой подставки. Перед каводом идет анава. Перед скромностью, наоборот, перед славой идет скромность. Об этом сказано. Любой человек, который себя принижает, а кодыш-барагу его возвеличивает. Давайте мы посмотрим, здесь Гаон ссылается на себя. В 15 главе он об этом немножечко говорил, и нам придется посмотреть какое-то предложение. Там есть такая фраза. Ирад Гошем, мусар, хохма. Боязнь Всевышнего, это мусар и хохма. В элифней кого-то анава. И перед каводом, перед славой, почестями, идет анава. Объясняет, я думаю, что имеет смысл прочитать Гаона на все предложение, хотя нам, конечно, нужно здесь не все, но будет проще, если мы посмотрим, что пишет Гаон. Гаон пишет, ирад Гошем, страх перед Всевышним, он приводит к мусару и к хохме, к мудростью и к моральным качествам. Как об этом говорилось, что хохма, а мусар, а велимбезу, что хохма и мусар, они вот так вот действуют. И еще сказано, что если нет хохмы, нет иры, это цитата из Перкеа Вод, где сказано, нет мудрости, нет страха, нет страха, нет мудрости. Боязнь наказания, оно приводит человека к мудрости, потому что человек, который боится согрешить и получить наказание, он будет стараться выучить, как правило себя вести, и это приводит к мудрости Тора. Хохма приводит к следующему виду иры. Я уже несколько раз говорил, что ирад Гошем делится на две части, боязнь Всевышнего. Ахавад Гошем, любовь ко Всевышнему, она есть только одна часть. Любовь, это стремление прилепиться, объединиться, стать единым целым. Любовь, это связано вааавта и дешема лакейха, возлюбив Всевышнего, Бога твоего. Имеется в виду, соедини с ним. Ахава, это всегда соединение, слияние, слейся с Творцом, то есть путем Торы и Митцвод ты объединяешься со Всевышним. Но ира, в отличие от Ахава, ира есть две части. Есть ира Татоа и ира Илоа. Есть нижний страх и верхний страх. Нижний страх, это ират оныш, это боязнь наказания. Когда человек не хочет делать ирот, просто потому, что ему не нравится потом находиться в гейноме, не нравится получать исурим, несчастье, которое посылает Всевышний, и он боится получить наказание. Это нижний вид иры, нижний вид боязни Всевышнего. Это очень высокий уровень, и голва, и хорошо, если бы он у нас у всех был. Есть более высокий уровень, уровень, который называется ират итрамамут, страх перед итрамамутом, перед величием Всевышнего. Это более высокий уровень, и даже более высокий уровень, чем Ахава, потому что вообще Ахава и ира, любовь и страх, это всегда немножко антонимы. Их можно объединить, но обычно это вещи, которые трудно объединяемы. Человек, которого боятся, его обычно не любят, тем более, если говорится про боязнь наказания. Хотя это не очевидно, но, во всяком случае, по отношению ко Всевышнему, безусловно, у нас есть заповедь и Ахава и ира, и объединение этих двух вещей, это то, что должно быть у человека. Но верхний вид иры, это страх перед пониманием величия Творца. Когда человек начинает понимать, что такое Творец, на каком-то очень низком уровне, но тем не менее, понимать величие Всевышнего, и кто я такой, и как вообще, и где он, и в этот момент он боится не наказания со стороны Всевышнего, когда боится сделать Авеира, а боится, что он доставляет, делает что-то наперекор вот такому вот величию, о котором только можно говорить, о Всевышнем. Поэтому слово Ира происходит от слова Роэ, видеть. Бояться – это видеть. Когда человек видит, он боится. Так вот, понимание, восприятие, когда человек видит этот Этрамамут, это величие Творца, это второй вид мудрости. И это то, что написано. Значит, Гаон объясняет, что написано Эйн Ира, Эйн Хохма, Эйн Хохма, Эйн Ира. Он объясняет, что если нету нижней Иры, нижнего страха перед Всевышним, то не может возникнуть Хохма, потому что человек не будет учить Тору. И, соответственно, он никогда не искал Хохма до Тора. Человек, который не боится наказания, у него нету мотивации заняться изучением Торы, он не может дойти ни до Агавы, ни до Хохмы. Человек, который имеет Ратоныш, боится наказания, начинает приближаться к Хохме. Хохма – мудрость рождает понимание величия Всевышнего и рождает вторую Иру. Поэтому, когда сказано «нету страха, нету мудрости, нету мудрости, нету страха», то, как объясняет Гаон, речь идет о двух уровнях страха перед Всевышним. Вот этот второй страх, он называется «мусар», который рождается из Хохмы. И это то, о чем сказано. Иратоныш, мавияла, иде Хохма. Боязнь, наказание приводит к Хохме, а Хохма приводит к Кире. Теперь продолжает Шлома Малахи говорит «Лифней Кавод Анова». Перед понятием Кавод, Славы, Почести находится Анова. Что имеется в виду? Когда человек достиг состояния Ират и Трамымуд, он боится величия Всевышнего, то это понятие называется Анова. Анова – скромность. Это когда человек понимает разницу между понятием «я» и понятием Всевышнего. Скромность – это не означает, что человек думает, что он круглый идиот. Это может быть и правда. Но это не обязательно связано со скромностью. Когда Тора говорит о том, что Маше Рабейну, Маше Анафми Коль Одам, он был самым скромным из всех людей, это не означало, что Маше Рабейну не понимал уровня, на котором он находится, и не понимал, что он Афганавиим, отец пророков, и о том, что уже до этого ему сообщил Всевышний, что не будет пророка, равного тебе. Маше Рабейну это очень хорошо понимал. Он хохма у него была, с этим все было в порядке. И когда его обвиняют в том, что он Анаф, в том, что он скромен, речь идет о том, что он не отдавал, не говорил, что уровень каким-то образом зависит от него. Он понимал, что все, что у него есть, зависит от Всевышнего, и понимал, был наполнен страхом перед Творцом, имеется в виду вот этим вторым видом страха. Ну, понятно, что первым тоже, но вторым видом страха. Страх величия Всевышнего. Понимание, какое-то небольшое понимание величия Всевышнего, это Анафа. И вот эта Анафа, эта скромность, она находится перед понятием Кавод. Кавод это гематрия слова. Кавод это Ламид Бейт. 32. Ламид Бейт это лев, когда сердце воспринимает это понятие. И 32 раза в Паршат-Береши сказано, что Всевышний что-то создал. В Йомар-Элаким, в Арай-Элаким. Вот эти 32 раза упоминания имени Всевышнего в Паршат-Береши, в Паршат-Брияда-Алам, это 32 пути мудрости, которые упомянуты в Торе, которым раскрылся Всевышний при творении мира. И эти все 32 натива направления Кавода, которые существуют, хохмы, которые существуют, через них раскрывается и Рамамуд Шеля-Кодыш-Берегу величие Всевышнего и это и есть понятие Кавод. Для того, чтобы человек мог достигнуть этого понятия, то ему необходима Анова, скромность. И это верхняя мудрость, которая состоит из Медот Торы. И это то, о чем сказано, перед Каводом идет Анова, потому что страх перед Всевышнего это мусар и хохма и Ира, она приводит к вот этой хохме и если Ира Дгашем приходит посредством боясь Всевышнего, приходит посредством мусара и хохмы, то тогда получается вот то, что должно произойти. Поскольку мы находимся в дни Сферада Омера, то я хочу здесь сказать такую вещь. Сферада Омер это траурные дни, но кроме того, что они траурные, мы оставим сейчас это на куду, главное на куда Сферада Омера это не траур, а это дни подготовки между выходом из Египта и принятием Торы. Дни, когда мы поднимаемся, весь Исраиль должен подняться на 49-ю ступень к душе из 49-й ступени Тумы, то есть пройти путь от нечистоты к дарованию Торы, от рабов египтян до рабов Всевышнего. И это мем-тет-ем, которые делятся, Лак-Ба-Омер делят их на две части. 32 плюс 17. 32 это первые, это дни, когда мы в Лак-Ба-Омер доходим до состояния раскрытия Кавод Гошема, раскрытия Кавода Всевышнего, и для того, чтобы дойти до этого уровня, нам нужно пройти определенный путь работы над собой, который называется Лифней Кавод Анава, перед Каводом должна прийти Анава, скромность, когда мы должны для того, чтобы приблизиться к пониманию величия Всевышнего, в первую очередь понять, что мы являемся Аводим Шель-Гошем, рабы Всевышнего, то есть у нас нету собственного Я, и все, что я хочу, я хочу выполнить волю Всевышнего, и больше никаких желаний не должно быть, когда мы должны научиться это, одеть, я говорю о горизонтах, которые мне самому очень далеко до них, но тем не менее слышать, о чем идет речь, нужно, как бы мы должны понять, что когда мы молимся Шманаэсра каждый раз и просим о чем угодно, о том, чтобы быть богатыми, о том, чтобы быть здоровыми, и так далее, и так далее, все броход, которые мы говорим, мы просим это только как некое средство для того, чтобы мы стали в состоянии лучше выполнить то, для чего нас создал Всевышний. Мы должны научиться воспринимать себя как орудие. Эвид это человек, у которого раб, это человек, у которого нету собственного я. Все, что у него есть, принадлежит хозяину, все, что он должен делать, он должен делать, выполнять приказы хозяина, его желания должны полностью отсутствовать, то есть желания Всевышнего должны превратиться в его желания. И это уровень, на который выходили Авраам, Маше Рабейну, Давид и Амелах, про которых сказано Авди Маше, Раб мой Маше, Авди Давид и так далее. Это уровень, до которого очень тяжело дойти. Так вот, этот уровень, это то, что должно предшествовать пониманию Кавода Всевышнего. Поэтому перед Каводом находится Анова, имеется в виду скромность, которая есть у человека, она ведет к пониманию того, что такое Кавод Гашем, что такое почитание Всевышнего. И весь Кавод, который есть у человека, он должен воспринимать Кавод, как Кавод, которые ему даются за выполнение Митцвода, Кавод, который он получает из-за того, что он научился вот этому вот состоянию быть Эвид Гашем. Другого Кавода в мире, в принципе, не должно существовать. Весь остальной Кавод, это больше похоже не на Кавод, а на Гайву, на Гордыню. Потому что иначе при первом прочтении этого пасука должен возникнуть некоторый вопрос. Я прочитаю по-русски, чтобы было удобнее просто. Перед гибелью возносится сердце человека, а перед славой смирение. Таким образом, смирение ведет к славе, а слава ведет к гибели. Получается полный абсурд. Поэтому нужно увидеть разницу между понятиями Гаева и понятиями Кавод. Кавод это та слава, та почесть, которую человек может получать внутри самого себя, как то, что создано по образу и подобию Всевышнего. То, как он себя рассматривает, как инструмент, через которого раскрывается Квод Гошем. Но если он рассматривает себя как свое я, то здесь уже нету Кавода, а есть понятие Гаева. Так вот, перед Каводом должна быть Анава, должна быть скромность, потому что Кавод это фактически раскрытие Рамамуд Гошема, раскрытие величия Всевышнего. Вот, так получается объяснение этого пасука по Гаону, но я, по-моему, не дочитал его до конца, одну секундочку, нет, мы дочитали его до конца, этот пасук. Таким образом, перед тем, как человек ломается, Всевышний, перед тем, как Всевышний наказывает человека, перед сломом человека, ему предшествует гаева его сердца, гордыня его сердца, но перед тем, как достигается понятие Кавода, в первую очередь, не в первую, в единственную очередь, это Кавод Гошем, то для этого человеку нужно достигнуть собственной, а на вы собственной скромности. Тогда раскрывается Рамамуд Гошема, и тогда раскрывается понятие Кавода Всевышнего. И это та причина, по которой произошло вот все события с Фирада Омера, когда Бедакей Дакот на самом тонком уровне, мы знаем, что 24 тысячи учеников Раби Акива, они умирали, потому что они лонатну Кавод Зелозе, не давали Кавода почести один другому, то есть на уровне, я не знаю, как это определить, на толщину волоса, они не ощущали, что Кавод Всевышнего, раскрытие вот этого Рамамуда, величия Творца, происходит одновременно через них всех, и у них была идея, что какая-то, ну не идея, ну шемец, искра какой-то мысли, о том, что через кого-то из них, через каждого из них больше должен раскрыться, и это был их изъян, поэтому через них не могла быть передана Тора, потому что Тора должна привести к Каводу Всевышнего, который может быть только через объединение всего Амисраэля, и в противном случае это было невозможно, поэтому, когда закончились эти 32 дня, и был закончен гематрия слова Кавод, и было поднято в Сверада Омер, уровень Кавода был поднят, и достигли этого уровня, то прекращается смерть учеников Раби Акива, в этот же день умирает Раби Шимон Бар-Яхай, это Лагба Омер, 33-й день Омера, и после этого идет поднятие на новый уровень, не уровень Кавода, эта часть Тикуна уже сделана, после этого идет исправление понятия, которое называется Товн, Тора Анатов, Ор увидел свершний свет, что он хорошо, то есть идет уже не Кавод, не Лами Твав, Нативод Хахма, не 32 Натива, направления мудрости, которые есть, а начиная с этого момента идет исправление немножко другой меды, более высоких качеств, которые сказано уже о них, что Вейра и Лаким Китов. Мне казалось, что я только что объяснил, если человек должен быть наказан, сначала возвышает, потом бросает, а если он скромен, то тоже возвышает, откуда знает человек, почему возвышает, за что, за его скромность или перед наказанием, ведь я понял, речь идет о мыслях, а не о грешных делах. Мне казалось, что я сказал, что в русском переводе это исчезает, поскольку говорится возвышает, а возвышает можно перевести и слово кого-то, и слово Гаева, но это два разных качества. То, что сказано, что перед тем, как человека бросают, его возвышают, речь идет о Гаеве, и речь идет о том, что человек, у которого рождается Гаева по отношению к самому себе, то это является семаном, знаком того, что ему могут сейчас бросить, сломать и так далее, и с Гаевой надо бороться. Кавод, Кавод может быть негативное качество, но может быть позитивное качество, о котором идет речь, что такое позитивное кого-то, о котором идет речь, когда человек достигает состояния скромности и понимает свое место и свое предназначение перед Творцом, и чего от него хочет Творец, и что он орудие в руках Всевышнего, он Эвет Гаше, и Миватель аннулирует всего себя по отношению ко Всевышнему, человек доходит до состояния Ановы, скромности, и через него раскрывается Кавод Гаше, почитание Всевышнего. Поэтому, когда подобному человеку дают Кавод, например, когда человек становится Талмитхохомом, Равом большим и так далее, и перед ним стоят, когда он входит и так далее, если он понимает, что это делается перед Торой, которая через него дается в этот мир, то это не называется Гаева, это называется Кавод Амити. Но если человек это рассматривает как свои заслуги, то это Гаева. Каводу, она имеет Кавод Квот Шамаем, она имеет очень маленькое отношение. Поэтому существует настоящий Кавод Кавод Амити, Кавод Всевышнего, и мысли человека о величии Творца, они всегда будут связаны со скромностью. Поэтому перед этим Каводом идет скромность. Так объясняет Гаон. Мальбем идет по другому пути, но мы, Мальбема уже прошли. Окей, таким образом мы прошли только двенадцатое предложение, и нам надо закончить до следующего Воскресенья. Всего доброго, до свидания. Воскресенья. Воскресенья. Продолжение следует...